вот охранники у нас украинские все остальное берлинская лондонская нью-йоркская вы облизываете своего потребителя на эмоциональном уровне так обсыпаете его таким количеством лепестков розы сюрпризов что он просто не имеет остается без слов и остается без оружия чем больше я занимаюсь маркетингом тем больше я верю в силу простых и даже я говорю тупых идей сегодня мы будем говорить о самой любимой моей теме эта тема стратегия это слово пугает молодых менеджеров потому что они думают что это что-то большое страшное сложное секретная стратегия это какая-то страшная штука которая живет в высоких кабинетах которой не позволено прикасаться простым смертным и в принципе в компаниях часто когда люди что-то делать не говорят ну не знаем соответствует ли это нашей стратегии стратега очень часто путаются аналитиками стратег это не старенький высоколобый очкарик который до утра сидит над своими толстыми уже такими потертыми книгами при свете ламп до стратеги должны работать с данными но это не просто аналитик вот это стратег в понимании такого массового менеджера а еще есть понятие креативщики креативщики это драпа куры которые ходят желательно в оранжевых желательно порванных джинсах они не приходят приползает на работу к обеду и что-то начинают выдавать какую-то ересь из которой иногда хоть что-то получается и вот мне кажется что разделением людей подсознательное на умных ярких является очень большим заблуждением для меня работа над стратегии это как раз объединение этих двух вещей способности круто работать с данными способности круто видеть мир во всех деталях понимать объективную реальность называть вещи своими именами а с другой стороны придумать что с этими данными делать когда мы говорим о том что такое стратегия и что такое идея на самом деле это одно и то же стратегия это ну сколько одна страниц 300 часа три презентация но не может стратегия быть короткой но стратегия короткая это какая-то фигня и у людей работает бог который звучит так это слишком просто чтобы быть крутым это слишком просто чтобы быть хорошим не 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 мы не можем на этом остановиться нам надо копать глубже нам надо формулировать ну как-то серьезно а еще ужас а если нет идеи то тогда нужны серьезные термины но надо ими обкладываться там про психографическую сегментацию вызывать на помощь что мы ее применим и в общем-то наша стратегия будет в том чтобы избегать кластеров и бороться за аффинитивность у вас как с аффинитивностью нормально один из примеров которые я могу привести это безусловно евгений чичваркин кто он креативщик или стратег объективно и то и другое мы говорили с ним о том как он пришел к стратегии бизнеса гедонизм вайнс которым он занимается сейчас я не рассказал что в первую очередь для начала он отказался от участия в любом крупном операционном бизнесе в великобритании хотя до этого занимался именно таким бизнесом в россии почему он говорит я трезво оценил реальность я понимаю что в россии и в великобритании принципиально другой уровень маржинальности а поэтому принципиально другие зазоры в эффективности если в россии прибыльность 5 10 15 процентов от оборота была окей то в великобритании в больших системных бизнесах она ничтожна иногда это полтора процента иногда три что это означает у тебя нет права на ошибку и поэтому говорит что я понял что я хочу заниматься по-прежнему ритейлом второе я хочу работать в надрыночном пространстве что такое надрыночное пространство это как пламя свечи над которым находится точка самой высокой температуры но она не видна потому что она над пламенем это . самой высокой маржой и по надрыночное пространство есть не над всеми надо очень большим количеством рынков она маленькая но там очень тепло поэтому после этого евгений начал выбирать то а собственно чем торговать это опять был очень простой критерий он говорит что был нужен товар который дорожает на складах они дешевеет то что если подумать то продукты питания стремительно дешевеют то что они портятся их нужно выбрасывать гаджеты устаревают одежда выходит из моды и превращается в стоке но есть ряд категорий которые дорожают как например старые автомобили или определенный вид искусства или вино после нескольких месяцев когда евгений заходил в такие магазины он говорит что я заходил я дышал я смотрел по сторонам я просто пытался послушать свое сердце а хочу ли я владеть этим или таким магазином хочу ли я попробовать сделать такой магазин принципиально лучше принципиально иначе и почти всегда сердце говорила нет но потом произошел клик и произошло финальное решение это будет вино после этого состоялась одна встреча в ресторане в которой вся стратегия поместилась на одну страничку там было несколько вещей первое что одно слово которое полностью определит то каким будет магазин это слово гедонизм потому что гедонизм это не только и не столько про вино это про отношение к жизни это намного более глубокий ответ на вопрос а зачем вообще с этим связываться и второе это была цель большая амбициозная цель создать лучший магазин вина в мире и вооружившись этими двумя критериями гедонизм и лучший магазин вина в мире было написано примерно там 15 идей критериев блоков каким будет этот магазин стратегия была готова через полчаса разговора евгений рассказывает что через несколько лет после того как магазин был открыт он случайно нашел этот листочек который никто не берег написали запомнили и забыли но он говорит что то что получилось на 90 процентов совпадает с тем что было написано на этой короткой встрече в ресторане стратегия может быть и обязана быть очень простой но воплощение обязана быть сложным маленькая ремарка в современном мире некоторые считают что цена идеи 0 я могу с ними согласиться иногда кажется очевидным то что нужно сделать но вопрос кто найдет себе силы сделать это и сделать это блестяще если мы продолжаем разговор про гедонизм то было понятно что этот магазин если он лучший в мире то он должен быть один единственный это не сеть это не сетка это один единственный магазин а соответственно для него самая важная была локация многие месяцы евгений просто ходил по городу сужался 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 круг поиска было было выбрано буквально несколько улиц где он должен находиться в момент когда появилось помещение начались переговоры начался почти бесконечный процесс юридического оформления даже для того чтобы подписать договор а потом получить разрешение на строительство ушло намного больше чем год но вопрос заключается в том что если вы приняли решение строить лучший магазин в мире что такое год ничего вы же занимаетесь стратегия не тактикой после этого был еще процесс объединения двух помещений в соседних домах и так далее и так далее но то что важно ни одного раза на этом пути не было ни одного компромисса почему да потому что мы строим лучший магазин вина в мире какие могут быть компромиссы это относится ко всему от архитектуры расположение он в итоге финальная локация это самый центр района mayfair который находится почти стенка в стенку с самым доходным на квадратный метр автосалоном porsche в лондоне в магазине были придуманы не просто единицы десятки деталей как переизобрести то как должно продаваться вину когда магазин открылся он получил ужасную критику от обозревателей вина и тех людей которые об этом пишут в прессе ребята с ужасом вспоминают когда начали выходить статьи где например винный критик горит ведь я зашел в этот магазин в новый магазин который принадлежит этому безумному русскому я просто не знал что мне делать плакать или блевать настолько бездарно сделан этот магазин после того как ты проводишь 700 собеседований лично для того чтобы отобрать 15-20 человек стартового состава после того как ты инвестируешь огромные деньги в то чтобы создать лучшую коллекцию вина наверное это не совсем то что ты хочешь получить в после открытия в прессе но если ты веришь свою стратегию твоя главная единственная задача идти к своей цели поэтому если мы говорим о том что произошло после этого после этого произошел постепенный шаг за шагом набор высоты через пару лет магазин стал прибыльным и на сию секунду продолжает расти и собирать награду за наградой постепенно приближаясь к тому чтобы стать действительно лучшим магазином в мире стратегия была очень простой воплощение было очень сложным и мне кажется это очень хорошая формула иметь очень простую и очень внятную стратегию которую можно не скрывать ни от кого наоборот можно рассказывать всем но иметь очень целостное очень комплексное постоянное и самое важное бескомпромиссное внедрение этой стратегии в жизнь продолжая разговор о стратегии я хотел коснуться вопроса чем отличается стратегия от эффективности потому что если не ошибаюсь это был друкер если не ошибаюсь где-то в начале 90-х он разделил два понятия это одно понятие операционной эффективности это когда вы и ваша компания делает то же самое что делают другие но делает этот чуть чуть лучше у вас тоже кофейня как и других тоже кофейня у вас чуть чуть больше сортов кофе у чуть чуть больше видов кофе у вас чуть чуть лучше обжарка чуть приветливые официанты чуть правильнее подобрана температура света в зале и вот в совокупности это операционная эффективность при прочих равных дает вам колоссальное преимущество это об этом я говорю когда говорю о маркетинговом многоборье все решают детали потому что в целом у вас может быть прекрасный бизнес но если человек придет и увидит что у вас не убрано на ресепшн что у вас не знаю водитель ругается с секретаршей на ресепшн а при этом вы говорите что-то про client-сервис вся картинка мира разрушится поэтому вы должны найти возможность как бренд как-то планка которую вы задаете как-то уникальность о которой вы говорите проявится в маленьких деталях потому что маленькие детали это то что человек сфотографирует и опубликует в инстаграм маленькие детали это то что он будет вспоминать только из маленьких деталей сформируются портреты из маленьких деталей строится творчество сколько утонуло людей на титанике ну примерно 1000 человек в целом но при этом в основном люди плачут когда титаник уже утонул и дикаприо замороженной одиноко и аккуратно уходит под воду один человек в целом это даже не погрешность это меньше одного процента от общего числа погибших но когда мы говорим о стратегии то мое любимое еще одно определение что это стратегия это ответ на вопрос что вы делаете такого чего другие не делают в принципе и это сложно и это интересно одно не живет без другого иногда люди пытаются спросить а что важнее важнее придумать что-то отличающиеся или важнее педантично каждый день пытаться быть перфекционистом в своей работе и я могу сказать очень просто нет выбора нужно делать и то и другое если вспомнить прекрасную наверно лучшую книгу по стратегии которая читал которая называется хорошая стратегия плохая стратегия то там понятие стратегии формулируется примерно так что это поиск главного фактора который сдерживает рост организаций поиск не банального неординарного нетривиального ответа и способа эту проблему устранить и третье это консолидация всех усилий компании для того чтобы внедрить это решение в жизнь фактически в современном мире есть только две возможные стратегии одна это стратегия цены 2 это стратегия ценности что такое стратегия цены это подход когда вы говорите мы будем чуть чуть дешевле мне кажется это самый опасный путь как говорят китайцы низкая цена это отличная стратегия на только для одной компании на рынке в современном мире для того чтобы предлагать низкую цену нужно быть гигантской компании или нужно делать очень маленький очень местечковый бизнес когда вы готовы быть очень голодным своем очень очень маленьком городе и все равно во втором случае это очень временная компания если у вас есть что-то дешевое благодаря тому что вы так круто построили бизнес процессы что у вас низкая цена низкая себестоимость вы можете себе позволить об этом говорить не надо об этом кричать потребитель не настолько глуп для того чтобы он был не способен прочитать ценник потому что компания которая смогла обеспечить низкую цену и которая при этом все время говорит про низкую цену она в голове у потребителя становится дискаунтером это ловушка поэтому то что я рекомендую всем нашим клиентам то что мы делаем на работе каждый день с утра до вечера это второй подход это создание ценности что такое создание ценности это создание у потребителя четкого понимания почему я должен выбрать вас потому что вы лучше и почему я должен заплатить за вас чуть-чуть больше вот эти два момента выбрать при прочих равных или заплатить больше это и есть создание ценности если вы можете дать потребителю хорошую цену дайте ее дайте ему лучшую цену которую вы можете но продавайте ценность за ценность он будет вас любить а за цену будет вас только использовать а брендинг про другое но вопрос в другом а как создать ценность данном случае в современном мире мне кажется есть два ключевых ответа ответ номер один инновация что такое инновация когда вы первыми внедряете какое-то новшество что-то переизобретаете что позволяет вам решать проблемы потребителя задачи потребителя жизненные какие-то вопросы потребителя лучше чем другие благодаря новым технологиям благодаря новому подходу благодаря новому видению или подход номер два если по любой причине инновации вам недоступны это сервис когда вы не просто меняете подход а даже если вы делаете что-то относительно классическая вы облизываете своего потребителя на эмоциональном уровне так обсыпаете его таким количеством лепестков розы сюрпризов что он просто не имеет остается без слов и остается без оружия потому что в ответ на любовь очень сложно отреагировать равнодушием если эта любовь по настоящему зашкаливает чем меньше бизнес которым вы занимаетесь тем важнее для вас понимать свою стратегию потому что у вас меньше ресурса а если у вас меньше ресурса у вас есть меньше права на ошибку самая большая ошибка которую делают маленькие бизнесы которые делают стартапы они говорят следующее но я же пока маленький какая стратегия мне же просто нужно делать дела и когда они смотрят на цену они думают ой 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 я же маленький мне же пока надо продавать подешевле и это начало пути в никуда или они говорят о том что ой я же маленький мне нужно все сделать правильно и в итоге они становятся банальными серыми а как следствие незаметными и неинтересными мне кажется что маленьким стратегия иногда нужнее чем большим потому что для них эта стратегия не просто жизни не просто там развития для них эта стратегия выживания и стратегия прорыва и поэтому для того чтобы появилась стратегия в случае если мы говорим о брендах это как раз ответ на вопрос чем вы отличаетесь и как вы создаете свою ценность если мы говорим о стратегии бизнеса то это вопрос о том как вы будете расти преодолевая те факторы которые сдерживают вас рост и это фактически объединение в одно комплексное решение море сачи является легендой мировой рекламы одним из братьев сачи который является одним из основателей агентства сачи которая в семидесятые годы была одним из первых мировых агентств которые смогли построить глобальную сеть которые нарушали все законы создавая крутые радикальные креативные решения которые привели маргарет тэтчер на даунинг-стрит и он говорит что в современном мире такое количество конкуренции и информации что бренды даже самые большие уже не могут позволить себе роскошь обладать сложными стратегиями он говорил о том что в современном мире хорошая стратегия бренда это одно слово даже не фраза даже не слоган это одно слово размышляя об этом мы сделали для себя это критерием в каждом проекте мы стремимся к тому чтобы ответить на вопрос чем мы отличаемся в чем наша главная ценность одним единственным словом может показаться что это упрощение задачи ну что такое это же всего одно слово но на самом деле это усложнение задачи знаете ли вы это одно слово можете ли вы ответить на этот вопрос для себя знают ли этот ответ ваши сотрудники знают ли этот ответ ваши топ-менеджеры потому что если нет то вам нужно его придумать вам нужно это сделать и все о чем мы будем говорить дальше на самом деле про это про то что у вас должна быть точка кипения для меня это одно слово очень напоминает вот этот вот момент концентрации который возникает когда вы например берете большую лупу подставляете ее под солнце и вот этот момент который концентрирует лучики и там начинает что-то гореть потому что энергия которая сконцентрирована в одном слове она становится как пуля хороший бренд я буду говорить об этом дальше это дятел который выбрав для себя одну точку для удара бьет в нее не размываясь в течение нескольких лет проблема большинства компаний которые говорят о том что у них есть стратегия в том что они ее не соблюдают или они ее не формулируют и в итоге они раз фокусированы они хаотично бьют в разные точки думаю а может это получится может это получится может вот это получится но в итоге это все больше похоже на разброды шатания и вообще на какую-то хаотичную стрельбу пьяного человека который выскочил из бара проведите анкетирование у себя в компании задайте этот вопрос каким одним словом вы можете ответить на вопрос чем мы отличаемся в чем наша уникальность в чем наша главная ценность для клиента и посмотрите насколько ответы будут бить в одну точку потому что если вы не сфокусированы если у вас нету точки концентрации то не будет прорыва если мы посмотрим на автопром возьмем три простых примера volvo mercedes или бмв все знают о том что volvo выбрал как точку безопасности и бьет в нее очень долго и очень уверенно и в итоге первая машина которая мне пришла в голову после того как я когда-то попал в серьезное дтп надо купить volvo почему да потому что мой бос испугался того что это серьезно если мы посмотрим на результаты краш тестов на объективные данные то volvo в принципе в рынке нет ситуации того что volvo показывает какой-то там невероятный отрыв по безопасности своей автомобилей но по восприятию это работает компания volvo инвестировала очень много является изобретателем ремней безопасности и они очень много и долго вкладывали в усовершенствование этих систем в течение десятилетий потому что у них была четкая стратегия если мы говорим о двух немецких брендах например mercedes или бмв то бмв всегда говорил о том что эта машина про динамику и эта машина для водителя в то время как mercedes всегда говорил то что это автомобиль про престиж и это автомобиль для пассажира понятно что есть миллион оговорок и одни борются тоже за пассажиров а другие за водителей но тем не менее это две принципиально разные стратегии если мы вообще посмотрим на бмв то бмв их история является очень интересным примером во-первых компания которая возникла как производство авиационных двигателей с тех пор не меняет свой логотип который символизирует пропеллер который крутится в воздухе создает такую оптическую иллюзию второе с момента когда они начали производить эти авиационные двигатели для них именно качество двигателей является одним из важных факторов которые они используют как улику чтобы объяснить что их автомобили лучше но если мы посмотрим на историю маркетинга то в течение очень долгого времени бмв продвигался с помощью слогана the ultimate driving machine или с удовольствием за рулем что произошло несколько лет назад бмв выбросила из своего позиционирования водителя фактический слоган который используется во всем мире очень простой joy is bmw . бмв это удовольствие и эта идея это одно единственное слово стало великолепной стратегией для компании во всем мире которая стала стержнем который объединяет все инструменты которые возникают в коммуникации вы понимаете что если вы хотите получать удовольствие от вождения то это бмв и все усилия гигантской компании сконцентрированы на то чтобы выполнить условия этого договора с потребителем мы вам удовольствие а вы покупаете у нас машину вот такой уровень сложности мне кажется что когда мы говорим о стратегии важно понимать что о своей стратегии вы должны иметь возможность рассказать своему восьмилетнему ребенку если вы не можете этого сделать что-то не так есть несколько простых тестов есть sms тест вы сможете отправить свою стратегию в sms ки если вы скажете нет у нас же 150 слайдов у нас графики значит у вас нет стратегий сможете ли вы рассказать свою стратегию в лифте за 10 этажей пока начальник говорит вы знаете отменилась у меня встреча с вами и еду на другую более важную встречу но ничего страшного проводите меня до машины рассказывайте что вы там напридумывали чем больше я занимаюсь маркетингом тем больше я верю в силу простых и даже я говорю тупых идей хорошая идея она всегда тупая идея поверьте и однажды я пришел на презентацию мне тогда было 20 чем-то лет я работал в агентстве сачи и мы пришли в крупную компанию которая торговала металла это был тоже один из лидеров рынка и руководил этой компании очень прямой человек который начинал свою карьеру металлургом прошел всю карьерную лестницу я не могу даже представить чего это ему стоило и на момент нашей встречи руководила этим крупным предприятием я открываю презентацию у меня 100 слайдов все идет по плану но примерно на втором слайде на третьем он не перебивает примерно следующими словами так стоп всю эту американскую фигню я знаю что вы конкретно предлагаете в принципе любой нормальный менеджер западной компании в этот момент проседает я говорю секундочку перест хожу на по моему 67 или 73 слайд и говорю ему следующую фразу вы первой в стране супермаркет металла вы не металла база что почему сейчас я расскажу вам об этом мы переезжаем на третий слайд я спокойно презентую еще 60 слайдов периодически каждые 35 слайдов напоминаю о том что поэтому вы поймете что вы не металла база вы супермаркет металла что я могу сказать что после этой презентации которая в итоге длилась там чуть меньше чем 45 минут они приняли это позиционирование они изменили сервисную модель они вышли с прямой рекламой и в течение примерно 10 лет активно рекламировали продвигали себя как первый супермаркет металла и представьте себе если бы наша идея состояла из 20 слов и так далее но иногда вам нужна именно вот это вот пуля когда вы говорите нет вы не металла база вы супермаркет пока у вас нету такой фразы пока вы не можете объяснить свою стратегию буквально за считанные секунды вам нужно продолжать работать вам нужно продолжать упрощать есть еще один тест визитка тест когда вы берете свою визитную карточку ее переворачиваете и можете написать стратегию там если у вас неудобная для этого визитка возьмите обычный постит квадратик бумажки которых куча в каждом офисе напишите стратегию на нем если вы не можете это сделать значит нужно продолжать работать потому что мне кажется что слишком часто за длинными толстыми сложными и не очень понятными может быть даже очень правильными формулировками скрывается отсутствие мысли стратегия это суть это сплав идей данных видения целей который способен пробивать стены и двигать вас вперед иногда эти тесты проходят достаточно стрессовом формате работа со стратегией это простая идея и сложная комплексная постоянное воплощение а не сложная идея и очень простое примитивное одноразовое воплощение ответьте мне на простой вопрос вот где заканчивается бизнес стратегия а начинается бренд стратегия мне кажется что вообще в современном мире этих грани не существует маркетинг переходит в продажи HR становится пиаром а бренд-модель становится бизнес-моделью вы делаете бизнес ваш бизнес должен быть уникальным у вас есть четкое видение того а в чем ваша уникальность это фундаментальное видение но оно должно влиять на массу мелочей на массу каждодневных решений которые вы принимаете вам нужно доказывать что это не пустые слова а это действительно что-то во что вы верите а значит инвестируете в это свое время свои деньги и свою душу если мы говорим о бизнесе если мы говорим о маркетинге как о многоборье это означает что в разных аспектах вашего бизнеса начиная от какой-то операционки производства сервиса организации продаж можно долго спорить сколько сейчас в маркетинге пи кто-то говорит что их 4 это классика кто-то говорит что их 7 я считаю что их 120 сколько вы хотите пи столько вот у вашего бизнеса пи но в каждом аспекте это уникальность должна проявляться потому что если этого нет то бренд это просто бла-бла-бла вы можете задать вопрос окей ну а почему если это так очевидно что нужно отличаться не все компании уникальны потому что я могу сказать так что путь к собственной уникальности это достаточно сложный путь и именно в том насколько вашей воли как владельца компании как папа этого бренда как папа этого бизнеса хватит на то чтобы поднять свой бизнес до максимального уровня уникальности тем успешнее вы будете потому что простое копирование готовых бизнес-моделей отличный путь но у него тоже есть ограничение почему да потому что мир движется вперед потому что потребитель постоянно меняется что каждый день меняются и растут его требования то что было окей для него вчера или позавчера абсолютно не факт что это будет окей для него завтра потребитель требует чего-то нового потребитель хочет чтобы его продолжали удивлять а если вы удивили его сегодня то завтра это уже абсолютно неудивительно это это сложное искусство с одной стороны стоять все время на своих ценностях а с другой стороны все время предлагать что-то новое потому что есть такой термин как преданные предатели если сегодня у вас есть магазин который вы построили вам кажется что вы сделали отличную работу и вы проведете исследование вам эти исследования покажут что у вас например 60 процентов постоянных клиентов вы будете думать примерно так но окей 40 процентов это такие перелетные птицы кто-то пришел кто-то ушел все эти 60 процентов которые еще вчера были вашими лояльными клиентами они скажут экипаж нашего корабля прощается с вами и больше вы их не увидите потому что потребитель ищет свою выгоду да у него есть какой-то барьер прощения когда он готов прощать вам ошибку из-за того что он любит ваш бренд который готов переплачивать просто по привычке но вам каждый раз нужно доказывать что это слово это не просто бла-бла-бла каждый раз представляя новые продукты каждый раз представляя новые услуги для того чтобы бороться за свой статус бренд и стратегию невозможно сделать сказать все готова . и там и там есть константы вещи которые вы можете рассчитывать что будут жить долго иногда это десятилетия или сотни лет но иногда это всего несколько лет и есть переменные если весь ваш бизнес будет стоять только на переменных это будет каша если это будут только константы он быстро устареет и станет не актуальным поэтому для вас это всегда баланс тех вещей которые никогда не меняются тех вещей которые являются основой вашей уникальности и тех вещей которые меняются постоянно для того чтобы ваша уникальность была актуальной теперь на уровне воплощения я разделяю три уровня это просто это примитивно но тем не менее уровень не окей уровень окей и уровень вау что такое уровень не окей когда вы выбираете свой бизнес например вы открываете ресторан в бизнес-центре очень простая история у вас есть базовые ожидания потребителя в этой категории потребитель хочет чтобы у вас был салат греческий и в салате греческом было фета это нормально это окей в этом нету ничего сверх в этом нету чего-либо там невероятного но хочет чтобы там было фета и оливковое масло поэтому если вы будете делать салат греческий добавляю туда например брынзу или добавляют туда даже моцареллу или добавляйте более туда сыр голландский и заправляете его например не оливковым а подсолнечным маслом то это не окей и я могу сказать что проблема множества бизнесов по моим оценкам наверно более чем половины она заключается не в том что они делают что то невероятное но неправильное а заключается в том что они делают базовые ошибки у меня есть миллион миллион примеров как это проявляется когда ты приходишь в итальянский ресторан гриша можно бокал просека они горят что просека не у нас только местное шампанское наша это не окей то есть если вдуматься то большинство претензий потребителя возникает не тогда когда вы не сделали что-то невероятное а когда они выполнили базовые вещи второй уровень можно сказать я бы назвал его окей плюс тогда действительно вы сделали все вещи вы все делаете перфектно и у вас везде чек-листы и вы проявляете вот такой вот страсть и пешен по поводу от шлифовки каждого маленького кусочка это большое искусство да это операционная эффективность но тем не менее вам нужно то что называется полоскать свой творог как говорил джим коллинз в книжке good to great постоянно пытаться бороться с мелочами мелочи убивают совокупность у мелочей убивает мгновенно люди быстро привыкают хорошему неважно это делаете вы или делают ваши коллеги по рынку думайте об этом думайте о том где стоит планка потребителей старайтесь стрелять чуть чуть выше нее как минимально базовое требование потому что по моему опыту по моим наблюдениям если вы просто сделаете продукт окей его можно не делать только если вы не видите что это какая-то тотально пустая ниша 2 нужно ставить планку выше и это планка вау что это значит быть не просто лучше а быть драматически лучше настолько чтобы человек который будет пробовать ваш сервис визжал от восторга скулил от восторга хрюкал от восторга хотел это шерить хотел тащить к вам за руку своих друзей хотел прийти к вам снова прямо сегодня хотел снова пойти на этот фильм хотя он уже на нем был хотел перечитать вас перечитать ваш бренд это ваша планка это ваша базовая задача даже если это вам удастся не на сто процентов вы все равно будете намного выше чем уровень окей в этом проблема что когда компании начинают думать о том а что за бизнес они создают что за бизнес они делают они занижают себе планку они думают что уровень окей то что они побороли не окей это уже какое-то великое достижение фу вам нужно задирать планку вау как я задираю эту планку для себя и для наших клиентов мы делаем это очень просто первый вопрос мы ориентируемся на самых требовательных клиентов мы не думаем что клиенты будут нам что-то прощать мы берем клиента который является экспертом в категории который является может быть даже присыщенным может быть даже избалованным который уже везде был все видел и которого сложно удивить и мы стараемся ставить планку удивить его вот этого самого требовательного самого привередливого самого капризного клиента когда вы думаете о том что к вам придет человек который первый раз придет нормальный ресторан и это будет для вас хорошей стратегии это ошибка потому что если вы ориентируетесь на людей которые ни в чем не разбираются то извините то вы пытаетесь кого-то обмануть вы пытаетесь подсунуть им что-то вторичное или не очень качественно или очень хорошее второй рецепт который я могу сказать это то что не пытайтесь ориентироваться на свой маленький локальный рынок вы можете мне сказать окей но я из маленького города у нас в городе этого нет и поэтому я первый парень на селе но это временно потому что когда-нибудь и скорее всего это будет скоро к вам придут большие операторы и это появится поэтому вторая планка которая мы задираем для себя для своих клиентов это вопрос а будет ли то решение которое вы создаете адекватно работать на намного более конкурентных рынках представьте себе что вы ваш магазин или ваш офис или вашу компанию просто вот так вот берете и вот так вот переносите в лондон или в нью-йорк или в дубае или в какой-то один из крупнейших мегаполисов а насколько круто он будет выглядеть там насколько органично будет то что сделали вы для своего маленького рынка там когда мы строили хаб мне были очень простые критерии если я возьму хаб и вот так вот перенесу в берлин будет мне стыдно за что-нибудь или нет я могу сказать так что по состоянию на сейчас я поборол все кроме охраны вот охранники у нас украинские все остальное берлинская лондонская нью-йоркская когда мы говорим о вау-эффекте то мы далеко не всегда говорим о просто о том что дороже или лучше мы всегда говорим о том что это иначе идея заключается в том а в чем вы бросили вызов привычному ходу вещей что вы сделали не так вау-эффекта добиться очень просто я всегда говорю формула простая удовлетворение равно результат в минус ожидания самый лучший вау-эффект возникает тогда когда потребитель ничего не ждет самый лучший вау-эффект это сюрприз но я могу приводить миллион примеров известный бизнес-тренер приехал в какую-то региональную гостиницу пришел в номер и на кровати вместо просто маленькой шоколадки была маленькая записка здравствуйте игорь мы знаем что вы любите шоколад но мы не могли выбрать вы будете темный или молочный и там было несколько шоколадок больших полных по что этот человек часто писал на фейсбуке как сильно он любит шоколад как сильно он от него зависит и в данном случае сколько стоит 5 шоколадок а сколько стоит пост одного из там ведущих бизнес-тренеров например в снг это несопоставимые вещи но когда человек получает такой сюрприз когда он получает такую персонификацию то у него происходит естественно всплеск эмоций вот какая планка должна быть вот к чему вам нужно стремиться вау-эффекта добиться сложно вау-эффект требует 100 процентов усилий в то время как сделать окей нужно всего лишь 20 процентов усилий но задайте себе честный вопрос а вау ли то что я сделал вау ли мой логотип вау ли моя страница вау ли мой сайт вау лица и продолжайте бороться еще раз бренд работа с брендом работа с бизнесом работать со стратегией это велосипед что это означает для того чтобы продолжать движение нужно продолжать крутить педали это процесс стратегию нельзя разработать искать все стратегия готова мы поехали она постоянно нуждается в коррективах рынок все время меняется потребитель все время меняется и как следствие все время должна меняться ваша стратегия потому что в чем засада в том что потребитель сегодняшний сюрприз завтра он его еще радует а послезавтра для него это уже в порядке вещей джим коллин в своей книге good to great задирает планку еще лучше он предлагает выбрать дело которым вы будете заниматься с помощью страсти для того чтобы быть уверенным что у вас хватит энергии драться за первое место в мире а вы меня спросите как это сделать как 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 придумать стратегию потому что как разрабатывать стратегию можно где-то прочитать но у меня есть всегда несколько простых советов первое действительно идите за своим сердцем и просто ищите свой личный кайф и потом делитесь этим кайфом с другими второй момент смело смешивайте потому что это самый академический способ определить что такое идея это парадоксальная связь двух не связанных между собой явлений или объектов вы можете объединить какой-то ресторан который вы увидели в милане с картиной с которой вы столкнулись на выставке у себя в родном городе умножить это на ваш опыт который вы приобрели с дочкой когда вы с ней катались на каком-то аттракционе и тогда у вас появится что-то новое только объединяя необъединимое можно сделать что-то необычное а еще один вопрос самый сложный упрощайте возьмите что угодно что то что вы любите и упростите это сделайте это более совершенным а значит более простым когда-то над музеем над входом в музей дизайна в лондоне висела цитата эволюция это упрощение а не усложнение когда-то если не ошибаюсь я об этом читал в книге в биографии стива джобса там была очень интересная мысль про два типа простоты что бывает простота поверхностная которая связана с очень быстрым очень неглубоким взглядом а бывает простота которая выражает суть вещей которая связана с тем что кто-то какой-то предмет какой-то объект изучил настолько сильно настолько глубоко на что дошел до его тверди и идти еще глубже уже невозможно помогать что это сложный путь путь упрощения но очень плодородный плодовитый с одной стороны все мы и вы прекрасно понимаете что идеи которые изменили мир были простыми землю крестьянам фабрики рабочим свобода равенства братства думай иначе thing different просто сделай это джаз дует volvo это безопасность джой бмв и так далее и так далее но когда нам нужно позиционировать свой бренд свое детище свою великую компанию и перед вами должна появиться фраза из одного двух трех слов то у вас возникает ступор как и все просто фраза скидки для ресторанов просто одна фраза вы попадаете в классическую ловушку простоты потому что вам кажется что это недостаточно сложно чтобы быть крутым когда мы говорим о стратегии очень хочется создать швейцарские часы что-то где какие-то страшные шестеренки крутятся и так далее и так далее но проблема заключается в том что иногда я вижу документы в которых есть по 200 по 300 по 500 страниц где есть куча шестеренок но нету четкой стрелки которая показывает куда мы идем нету точкой на и точке чем мы отличаемся кремниевой долине шутят что многие великие компании по-прежнему это one trick пони это пони которая может делать только один трюк цирковая лошадка только с одним номером крупные компании даже google пытаются с этим бороться но все равно на своем корр бизнесе на своей основной операции на основной основной дифференциации зарабатывают иногда в 80 90 процентов своих денег поэтому не надо бояться того что вам нужно сконцентрироваться на главной своей силе вам не надо бояться того что потратить все сто процентов усилий на то в чем вы лучше а не пытаться размазать все равным слоем для того чтобы быть как все во всем не получится не хватит ресурса не будет прорыва это очень важно сконцентрируйтесь на самом главном на том в чем вы лучше есть еще одна стратегия это вообще высший пилотаж я столкнулся с ней когда мы говорили о персональном бренде с одним из моих коллег из южной америки и он сказал примерно следующее что будущее поскольку конкуренция будет еще сильнее будет еще интереснее это кстати книжка малкольм гладуэл лидеры и аутсайдеры он говорил о том что потратьте десять тысяч часов для того чтобы стать лучшим в каком-то деле потратьте десять тысяч часов для того чтобы стать лучшим в еще в одном деле а потом объедините эти два таланта во что-то что будет невероятной комбинацией который не будет ни у кого представьте себе насколько это высший пилотаж подумайте об этом может быть у вас это получится